Больше 300 кошек пристроили в семьи новосибирцев благодаря Кота-кафе. Здесь можно выпить кофе, почитать книги, поиграть в PlayStation, а заодно и выбрать питомца. Чтобы забрать животное домой, нужно заполнить анкету и пройти собеседование. О том, сложно ли найти новый дом для кота, расскажет Виола Янголь. Финду с мандаринкой и Нюша ищут дом. Сейчас у них есть временное пристанище в уютном Кота-кафе. Перед тем, как переселить котика сюда, в Кота-кафе, все животные проходят тщательно осмотр ветеринара, им ставят прививки и заводят личную карту котика. Туда записывают характер, повадки, привычки, затем уже наблюдают за котиком здесь. Сейчас здесь семь животных. Некоторых новые хозяева готовы забрать уже в ближайшее время. Посетители приходят сюда выпить чашечку кофе, отдохнуть или поиграть с котами. Гости знакомятся с котиками, выбирают какого-то определенного. Нет такой, что давайте мне любого. Может быть, несколько анкет на одного котика. И тогда уже куратор выбирает, какая семья больше подходит котику. В анкете будущего хозяина вопросы о жилищных условиях, о том, есть ли в семье другие питомцы и маленькие дети. Спрашивают, согласен ли человек предоставить фотографии кота через некоторое время. Обязательное условие – поставить на окна в квартире сетку «Антикошка». Если человек со всем этим согласен, если нас все устраивает, если его все устраивает, то он приходит сюда с переноской, с паспортом. У нас здесь девочки-администраторы заполняют договор. И все. И счастливые владелицы, счастливый кот уезжают вместе домой. А бывало такое, что котов возвращали? Да, конечно. Мы всегда говорим, что не нужно кота пристраивать самим, не нужно возить его в деревню бабушки, еще что-то, какие-то попытки предпринимать, что-то с ним сделать, просто возвращайте нам обратно. В кафе животные чувствуют себя свободно, нежатся на широком подоконнике, играют с гостями и хорошо питаются. Корм подбирают индивидуально, исходя из особенностей организма. В новой семье важно сохранить режим питания. Ну, вообще, у нас все котики уезжают с условием того, что они будут кушать корм, как минимум, премиум класса. Они ниже среднего. То есть кит-кет, вискос мы не рекомендуем, так как у них очень плохой состав, и для котиков это не очень полезно. За пять лет существования кафе больше 300 котов нашли новый дом. Фотографии счастливых питомцев украшают доску почета. Виола Янголь, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.